С вами Николай Пименко в проекте Дата. Сегодня 4 ноября. День народного единства России. В 1612 году воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом берут Китай-город, освободив Москву от польских интервентов. Интересно, что царь Алексей Михайлович объявил этот день, который еще называется День Казанской иконы Божьей Матери, государственным праздником, который праздновался потом в течение трех столетий. В народе жила уверенность, что победа в том далеком 1612 году была одержана именно благодаря этой иконе. Позже, из-за революции 1917 года и последующих за ней событий, традиция отмечать освобождение Москвы от польско-литовских интервентов и день кончины Кузьмы Минина прервалась. О родившихся 1577 год в этот мир приходит отец Жозеф Франсуа Лекрел Дю Трамбле, французский дипломат Капуцин. Ставший в 1611 году секретарем кардинала Ришелье, он был одним из главных придворных интриганов своего времени и получил то самое знаменитое прозвище «Серое преосвященство» и умер, ненавидимый своими соотечественниками. 1897 год. Рождается Дмитрий Павлов, генерал армии. Во время войны в Испании командовал танковой бригадой и был достоин звания Героя Советского Союза. После начала Великой Отечественной командующий Западного фронта. Признан главным виновником неудач в первые дни войны и расстрелян. 1956 год. Рождается Игорь Тальков, советский рок-музыкант, певец, автор песен, поэт, киноактер. В начале творческого пути сотрудничал с группами «Апрель», «Калейдоскоп» и «Электроклуб». В 1987-м песня Давида Тухманова «Чистые пруды» в его исполнении попадает в передачу «Песня года», после чего к Игорю приходит известность. Впрочем, дальше творчество его будет иным. Он будет убит 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во дворце спорта юбилейный, при до сих пор в точности невыясненных обстоятельствах. В 1966 году рождается Сергей Трофимов, российский автор-исполнитель песен, музыкант шансонье. Мэттью МакКонахи родился в 1969-м, американский актер, сценарист, режиссер и продюсер. За роль в драме «Далласский клуб покупателей» в 2013 году был достоин множества наград, в том числе «Золотого глобуса», премии гильдии киноактеров США и первого в карьере «Оскара». Некоторые события дня. 1873 год. Дантист из Сан-Франциско Джон Бирс патентует золотые коронки для зубов. Правда, идея эта была не нова, а еще две с половиной тысячи лет назад это умели делать этруски. В 1746 году золотую коронку придумал парижский стоматолог Пьер Мутон, а спустя десятилетия личный дантист прусского короля Фридриха Филипп Прав изобрел золотые пломбы. Идея же Бирса состояла в том, чтобы вернуть зубам их функции и остановить дальнейшие разрушения. Ведь до этого разрушенные или сломанные зубы выбивали из челюстей при помощи инструментов, более похожих на орудия испыточной. 1890 год. В Лондоне первая в мире подземная электрическая дорога метро наконец-то открывается. Первым пассажиром становится принц Уэльский, будущий король Великобритании Эдуард VII. Лондонское метро – старейшая в мире подземная железная дорога. Кстати, существует она фактически с 1863-го. На момент открытия лондонский метрополитен насчитывает всего семь станций. Длина линии – 6 километров. Поначалу поезда в метро ходят на паровозной тяге. Из-за недостаточной вентиляции подземка была так задымлена, что зачастую на станциях было невозможно дышать из паровозного дыма. На момент открытия средний пассажиропоток за день составлял 26 тысяч человек, а за первый год работы лондонский метрополитен перевез 9,5 миллионов человек. 1899-й в Вене выходит знаменитая книга австрийского психолога Зигмунда Фрейда «Толкование слов», влияние которой на человечество специалисты сравнивают с произведениями Карла Маркса и Чарльза Дарвина. Хотя, что интересно, первый тираж, всего 600 экземпляров был продан только за 9 лет. 1922 год. Говард Картер сделал величайшее археологическое открытие 20 века. Он обнаружил единственную во всем Египте почти не разграбленную царскую гробницу. Точнее, в этот день под полом одной из снесенных лачуг для рабочих в долине царей близ современного Луксора открывается вырубленная в скале ступенька. За ней еще одна. Картер, по некоторым признакам, понимает, что это гробница фараона Тутанхамона, но посчитал бестактным сделать решающий шаг без участия спонсора экспедиции лорда Карнарвона. Последнему в Лондон полетела телеграмма. Наконец-то удалось сделать замечательное открытие в долине. До вашего приезда все снова засыпано. Поздравляю. В конце ноября Лорд прибывает в долину, и они с Картером становятся первыми людьми, которые спустя 33 столетия после смерти Тутанхамона нарушили его покой. Раскопки будут продолжаться два года. Но и самое главное, почти все, принимавшие участие в раскопках, вскоре умрут. 1939 год. На автошоу в Чикаго впервые продемонстрирован автомобиль с кондиционером. Эти первые аппараты для охлаждения воздуха, разработанные в США специально для использования на автомобилях, в 1936 году стали устанавливать на пассажирские автопоезда, которые курсировали между Багдадом и Дамаском. С 1941 в США начинают серийно оснащать автомобили кондиционерами. 1946 в Париже образована ЮНЕСКО – Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Основной задачей стало сотрудничество народов в области образования, науки и культуры между странами-членами ООН. 1963 Битлз выступает в шоу «Королевское варьете» в театре принца Уэльского перед королевой-матерью, принцессой Маргарет и лордом Сноудоном. Джон Леннон произносит свою знаменитую фразу «Те, кто сидит на дешевых местах, хлопайте в ладоши, а вы», – он сделал жест в сторону королевской ложи, – «бринчите драгоценностями». 1970 год. В СССР организуется Комитет прав человека. В этот день академик Андрей Сахаров, работавший в Институте информации, молодой теоретик Андрей Твердохлебов и Валерий Челидзе подписывают устав организации. Автором устава является Челидзе. 71-м четвертым членом комитета станет член-корреспондент Академии наук СССР математик Игорь Шафаревич. Но еще одно событие подробно. 1879 год. Хозяин небольшого кафе в американском городе Дейтон, штат Амгайо, Джеймс Ритти запатентовал первый в истории кассовый аппарат. Он, как и все торговцы, все время сталкивался с проблемой. Как же точно определить собственные доходы и избежать получения недостоверных данных от своих сотрудников? Ритти отправился отдыхать в Европу и, побывав на экскурсии в машинном отделении, обратил внимание на устройство, которое автоматически отсчитывает каждый оборот двигательного вала. Он задумался над тем, что подобное же устройство может фиксировать и каждую покупку в баре, кафе или магазине. По возвращении домой вместе с братом Джоном он сконструировал простейший кассовый аппарат, представлявший два ряда клавиш, каждый из которых отмечал определенную сумму и циферблат с двумя стрелками для долларов и центов. Вторую модель усовершенствовали. Циферблаты заменили на классические диски. Именно на эту конструкцию 4 ноября 79 года в 19 веке был получен патент США. Третья модель названа неподкупный кассир Ритти. Она уже показывала покупателю сумму приобретения, а четвертая пробивала итог на бумажной ленте. Именно эта модель и стала первым серийным кассовым аппаратом. И все это еще до всяческих терминалов, банковских карт и штрих-кода. С вами был Николай Певненко в проекте Дата. Субтитры создавал DimaTorzok